Добрый день! С вами новая рубрика Дергачёв Обзор. Сегодня наш музыкальный эксперт, лидер-основатель группы Уркер, профессиональный композитор и музыкант, автор многочисленных хитов, среди которых Науры с Жаном Саулема и Я Буду Рядом, создатель англоязычного проекта Намат Карма, единственный казахстанский музыкант, чья композиция 27 попала в топ-20 английского чарта Music Week, наряду с Дэвидом Гетто и Бритни Спирс, Айдос Сагат. Айдос, вот сегодня о совершенно том, что поставило на уши весь Казахстан, то есть о ситуации, в которой, как мне кажется, никто толком не знает, как относиться и как на нее реагировать. То есть все радуются, включая президента страны. Нормальная реакция. Да, и Мангек Зейкенов, значит, более 20 недель подряд в топ-10 всех мировых чартов, 22 миллиона просмотров Шазам и, наконец, Грэмми. Что это на самом деле такое? Пожалуйста, объясните. Объясните, если можете. Потому что, ну, я уверен, что вот просто я смотрю, как и что люди пишут и говорят об этом в интернете, то есть, ну, мнение от переставили несколько нот и получили вдруг премию. А что такое вообще это Грэмми? То есть люди пишут. А почему вообще мы должны этому радоваться? То есть, что такое ремикс вообще? Ну, во-первых, я, перед всем, что мое мнение не есть, ну, как бы, какое-то самое, что ни на есть правильное и самое, что ни на есть, ну, а у кого? А у кого правильно, да. А кто мы такие? Это раз. Во-вторых, я не претендую на какую-то там последнюю инстанцию, да. Я могу просто личное свое мнение высказать на это все. Ну, то, что вы сейчас вот мне сказали, что не все понимают вообще, что такое ремикс, ну, это, наверное, все-таки вряд ли, потому что, ну, все-таки Казахстан очень музыкальная страна и здесь следят за трендами, и я думаю, все понимают, что это такое. Все-таки, ну, для тех, кто совсем не понимает, это когда вот человек, не обязательно он прямо вот музыкант, который играет на инструментах, поет и сочиняет музыку, часто что так, а часто и не так, но просто владеет, скажем так, знаниями в сфере того, как песня перемикшируется, то есть что значит перемикшируется, да. Песня на сегодняшний момент современный представляет собой сочетание разных звуковых дорожек, да, там отдельно голос, отдельно барабан, отдельно то, все, пятое, десятое и вот оно вот так на пульте у звукорежиссера на разных каналах распределено, да. Так вот, диджей, это человек, который получает доступ к различным дорожкам отдельно, он может взять отдельно голос, отдельно то, отдельно все, но добавить что-то свое, убрав все лишнее, он может вообще только голос исполнителя оставить, а может вообще только два слова оставить из песни, понимаете, и это будет ремикс. А все остальное сделать совершенно по-другому. И, как правило, песни трансформируются из просто песни в некий танцевальный формат, чтобы под это можно было ритмично двигаться. И дошло до того, что сейчас многие песни становятся сначала популярными в виде ремиксов, а потом уже аудитория, которой зашел ремикс, они начинают искать эту песню в первоисточнике, в оригинале. И это вообще давно стало уже неким трендом, ну последние лет 10, наверное, в западном шоу-бизнесе, что когда артист выпускает новую песню, он параллельно выпускает сразу ремикс, который уже делает не он сам, а диджей, человек с совершенно другим видением этой песни, вот сознательно. И мы это тоже в свое время делали в Англии, да, мы сотрудничали с Синкартелем, известным норвежским диджейом, вот, когда ты должен просто отдать ему вот эти вот треки, дорожки отдельно и закрыть на все глаза полностью. И то, что ты услышишь потом, не факт, что будет вообще как-то отдаленно напоминать твою песню. Вот в этом как бы фишка заключается. И поэтому, да, когда вы говорите, что там одну-две ноты переставил, что изменилось, но на самом деле он там не одну-две ноты переставил, он там все практически переделал. И для меня, как для профессионала, который хоть что-то там понимает в звукорежиссуре, в микшировании и так далее, его задача усложнялась еще тем, что в тот первый момент у него не было доступа к трекам, к раздельным трекам. Потому что, ну, он был никто, понимаете, мальчик в поселке. Да. Он не мог обратиться напрямую к этому артисту и попросить, как это обычно происходит. Пришли мне, пожалуйста, вот раздельно треки, несведенные, и я возьму оттуда что-то, сделаю ремень. Он не мог этого сделать. Он взял всю песню, просто скачал ее где-то в интернете. И, так сказать, чисто технически накрутил такого, да, он ужал ее настолько, что она вообще потеряла свой первый момент. Он вырезал, во-первых, только тот фрагмент, который ему показался самым ярким, самым интересным. Он повторяется там миллиард раз, как вы помните, да. И поставил совершенно другие условия. То есть, ему было технически сложнее, кстати, чем тому ремиксеру, у которого было в распоряжении отдельные треки. Потом, конечно, он уже стал, когда к нему уже пошли заказы, там уже слышно, что он стал работать как... Я просто видел на ютюбе специальную программу о том, как создавался вот этот ремикс на Роузис. Уж какие-то там иностранцы уже выложили в ютюбе передачу о том, как Иман Бек сделал технически этот ремикс и в каких он находился условиях. И с этой точки зрения, да, это есть некая уникальность. И он ведь позже уже связался, скажем, с правообладателями и получил поддержку. Да, понимаете, то есть, он это сделал полностью, как по фану, как говорится. Сначала он просто, видимо, скорее всего, просто, ну, напоржать. Ему было интересно, он в этом что-то понимал, он это сделал, ему показалось, что это классно. Ему, видимо, кто-то сказал, что это классно, он сказал, ну, а что мне не закинуть? Ну, и пошло-поехало, понимаете, то есть, это, ну, такое бывает раз в тысячу лет, наверное, да. Это невероятная удача, невероятное везение, невероятное, там, совпадение звезд, вот. Но это не отменяет факта получения Грэмми, во-первых, да. То есть, впервые для Казахстана раз, это, безусловно, ценно. Это, там, сравнимо с победами Головкина, там, где-то, ну, первыми победами, да, когда он становился чемпионом мира. Это сравнимо с победами, там, Винокурова, ну, сравнимо, там, с первым казахским космонавтом, ну, и все такое, понимаете? То есть, это вот, Грэмми — это высшая точка признания музыкальной индустрии, западной, прежде всего. То есть, и она совершенно, как сказать, там нету такого, нравится, не нравится, там нету такого, вот, агашка пропихнул, да, чтобы удваивать ценность. Но там есть другое, то есть, скажем так, что они совершенно холодно и отслеживают продажи, и, ну, прокруты, просмотры, лайки. То есть, это чистой воды математика. То есть, побеждает тот, у кого больше. Ну, понятно, да, больше проданных копий дисков, больше просмотров, больше, то есть, они не, скажем так, не, ну, в идеале, как был создан Грэмми, да. Возможно, в последнее время какие-то там начали они политически, там, делать отклонения, как вот многие упрекают в этом году, что очень, как никогда много черных артистов наградили. А вот не потому ли это, что, там, Black Lives Matter, там, случился в прошлом году, ну, и так далее. И даже R&B две категории вместо... Да, ну, возможно. Я, честно говоря, не очень следил в этом году, потому что, ну, не было, как традиционного живого концерта. Меня, как правило, интересует концерт, шоу, ну, как это сделано, как выступают артисты и все такое. Вот, я прозевал, честно, вот, но, тем не менее, основным критерием это количество проданных, заработанных, там, данных концертов, ну, вот, то есть, это статистическое такое агентство, по сути дела. Вот, и поэтому он, в общем-то, оказался самым в этой категории, в Remix, самым прослушиваемым, самым... То есть, никто там не разбирается, почему. Понимаете, почему? Сколько? Многие же, в том числе, наверное, многие казахстанцы, вообще узнали о том, что существует оригинал только после того, когда все это случилось. Да, и так, наверное, многие в мире, потому что... Да, я потом специально послушал оригинал. Да. Ну, бледная песня, чувствительно, бледная. Она не такая интересная, безусловно. То есть, да, вот это, кстати, и так часто бывает, так часто бывает, что ремикс... Просто, ну, многие этого не знают, в силу того, что не находятся в этой профессии, да. Часто бывает, что ремикс круче оригинал. Часто так. Или там, перепевка круче оригинала. Там, помните, что, например, вот в исполнении... Ну, это такой старый, сильно системативный пример. Возьму, что песня принца Nothing Compest You, перепевки Ишина, это Коннор, Стрельного, да. Ну, вот. Ну, как, как... Ну, это просто... Это не ремикс, конечно, было. Это была... Её какой-то кавер назовём на кавер, кавер, да. Ну, вот, бывает такое. Бывает. Что такое... Что такое сейчас его будущее? Ой, ну, такие вопросы задать. Неудобно отвечать, как в том фильме. Да. Я не знаю. Это целиком его, так сказать, желание, ответственность. Я, конечно, желаю ему успеха, желаю ему насладиться этим всем. Потому что это безумно приятно, и не только для него, для всех нас. Вот. Это первая ласточка, надеюсь. Да. И для нас сейчас не так важно вообще, какая там категория, какая... Ну, вообще, это первое, всё. Понимаете, что он будет дальше с этим делать? Я не знаю. Я думаю, ну, что всё будет у него хорошо. Вот. Другое дело, что... У этого события, вот для меня, чисто как для музыканта, который, скажем так, много-много лет учился тому, чтобы становиться музыкантом, у меня вот сейчас такая мысль появилась, что вот это событие показывает нам всем, насколько изменился мир. И в том числе музыкальный мир. Да. Он стремительно меняется последние, там, 10 лет. Вы же помните, что случилось, когда случился крах носителя, да, физического носителя, когда перестали продаваться компакт-диски, винилы, кассеты и всё, всё, на чём физически мы покупали. Купали, нюхали эти обложки, облизывали, да, там, и так далее. Вот эта романтика исчезла, потому что музыка перешла в интернет. Её стало возможно купить или не купить. Исчез же и способ заработка, то есть резко поменялось. И это очень сильно подкосило вообще индустрию музыкальную. И тогда все более-менее олдскульные артисты и группы, они вдруг снова вспомнили, как играть, собрались и поехали в турне, понимаете. На много лет там застряли и вспомнили какой-то кайф, быстро выписались из всех этих рехабов своих, там, перестали колодцы и бухать, да. И вспомнили, как, ну, это был же казус, группа КИС, когда пустилась в турне в одной из последних. Они начали, наняли себе педагогов, чтобы вспомнить, как это делается. Насколько серьёзно они к этому относятся, понимаете. Они не сказали, мы не можем разочаровать поклонников, мы должны вспомнить, как это всё делается после десятилетий вот этого дела, понимаете. Вот, и тогда, да, и тогда всё переместилось в непосредственные ивенты, да. Стадионы, концерты, снова возродился вот этот вот стадионная музыка, да, концерты, клубы и прочее. Потом появился стриминг. Это снова убило индустрию в очередной раз. Потому что, во-первых, за стриминг артисты получают меньше гораздо денег, чем они получали, подписывая контракт с лейбом, который продавал физический носитель. И чтобы что-то зарабатывать, должно быть гораздо больше скачек на стримах, гораздо больше, и процентик там мифический совершенно. И ты должен быть мега популярным артистом, чтобы ощущать вот этот заработок. Ну, а некоторые прямо живут роскошно довольно, да. Это нужно быть мега популярным во всём мире, чтобы зарабатывать на стримах и это ощущать. Помимо. Потому что вот сейчас пандемия заново убила гастрольный рынок. Да. Все же понимают, да. Все перенесли гастроли, все отменили, все сидели дома и там что-то там в телефончике записывали свои, да. Цирк вообще. Вот. Ну вот. Стримы поднялись на этом фоне. Ну, не знаю, что там будет дальше. То есть всё время, видите, что-то меняется. То же самое и произошло с диджейами, да. Почему? Если раньше, скажем так, какой-то там пару десятилетней назад было круто быть парнем с гитарой, да. Все хотели быть парнем с гитарой. Что такое парень с гитарой? Какой парень с гитарой? Кто-то создает песню, он ее исполняет, он ее поет, и она ему принадлежит. А сейчас круто быть либо рэпером, либо диджей. Это самая сейчас востребованная ниша в шоу-бизнесе. Это, ну, такая, топ такой, да. Парень с компьютером в наушниках и парень, который читает рэп. Это самые высокоплачиваемые сейчас артисты. Больше всех зарабатываются. И просто в индустрии это так. Ну, такой тренд. С этим ничего не поделаешь. Так решил народ. Понимаете? Вот. Но хотя и те, и другие вдохновляются по-прежнему тем, что делают парня с гитарами. Как ни странно, да. Те же диджей. Ну, основа какая-то. Да, основа это все-таки музыка, придуманная парнем с гитарой. Который на каком-то инструменте это сыграл, спел, что-то там придумал. А они это уже адаптировали. Я вам честно скажу, что я и сам в свое время, когда искусство диджеинга только начало приходить. Я тоже не понимаю, что же это такое. Это же какое-то паразитирование на чьих-то идеях, чьей-то музыке, да. В чем, в чем собственное искусство. И потом, когда я уже сам столкнулся с ситуацией, что мне для того, чтобы мою песню услышало больше людей. И, в чем я столкнулся с этим там, в Англии, когда мне продюсер сказал, ты знаешь, нравится тебе это, не нравится, это придется делать. Потому что музыка начинается с танцпола, с клуба, с танцевальных, так сказать. Ну, популярность начинается отсюда, потому что молодежь заточена на танцульке. Какая бы у тебя ни была там серьезная песня и так далее, нужен ремикс. А мы с тобой не те люди, которые умеют это делать. Нам придется это, ну, войти в коллаборацию с кем-то, с каким-то человеком, который это делает хорошо. Вот и все. И тогда я стал понимать важность, необходимость, ремиксов, профессии диджея. И вообще стал разбираться, что же они делают-то на самом деле. Чуть-чуть, что же так носятся с ними. Ну, вот, собственно, и все. И да, мир изменился. Диджей это сейчас полноправная творческая единица. Да, он использует чужую музыку, но он ее использует совсем по-своему. То есть он вдохновляется каким-то треком и делает из этого что-то совершенно новое. Наверное, это можно сравнить, как в кино, да, как это называется? Сиквел? Нет, как это называется? Когда берется классический фильм, и там через 20 лет делается почти то же самое, но с молодыми актерами. А сюжет примерно тот же. Да, или нет. Я тоже не помню. Не помню, как называется. Ремейк, да, вот ремейк. Да. Наверное, с этим, а может, и не надо с этим сравнить. Ну, это, короче, вот такой отдельный вид искусства теперь. Синец. 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 Продолжение следует...